Это произошло ранней весной 1922 года. Известный индийский археолог Ракхал Баннерджи и его несколько коллег работали в долине реки Инд, неподалеку от города Ларкана. Сейчас это территория государства Пакистан. Раскопки в этом месте проводились не случайно. Археологи хотели обнаружить следы древней загадочной цивилизации, существование которой упоминалось в старых индийских легендах. Затея была достаточно смелая, так как кроме туманных мифологических сюжетов из местного эпоса, никаких других зацепок у исследователей не было. И когда уже все ресурсы экспедиции были исчерпаны, один из помощников Ракхала Баннерджи обнаруживает под оголенный ветром верхушки Бархана что-то напоминающее руины доисторической городской постройки. Археологи начали копать. И то, что они увидели дальше, повергло их в шок. Это действительно был дом. А в нем находились скелеты 13 взрослых и одного ребенка. Судя по позам останков, было понятно, что эти люди погибли внезапно. Но они не были убиты или ограблены. Перед смертью они сидели и ели что-то из мисок. Дальнейшие раскопки еще больше убеждали исследователей, что они наткнулись не просто на древний город, а на эпицентр страшной катастрофы, которая в один момент погубила неизвестную доселе цивилизацию. Это было давным-давно. Может, три, может, четыре тысячи лет назад, а может, и намного больше. В благоухающей долине великой реки Инд стоял город. Необычный город для той эпохи. Однотипные дома располагались буквально по линейке. В центре домостроения был двор, а вокруг него несколько жилых комнат, кухня и помещения для омовения. Главные улицы были очень широкими. Одни шли строго с севера на юг, другие с запада на восток. По улицам протекали арыки. Из них в некоторые дома подавалась вода. Каждый дом был связан с системой канализации. Нечистоты по подземным трубам выводились за пределы города. Он действительно уникальный. И уникальный он прежде всего тем, что он больше напоминает не древний, не средневековый город, не города, скажем, нашего 16-17 веков. Он напоминает действительно город 20 века. По крайней мере, когда удалось его, а, откопать, и, б, реконструировать, бросилось в глаза то, что, во-первых, там были многоэтажные дома от трех до семи этажей, что, в общем-то, уже само по себе удивительно. Кроме того, город имел нормальную, если подходить из современных стандартов, прямоугольную планировку. Горожане, судя по всему, были людьми образованными. Об этом говорят обнаруженные среди развалин публичные библиотеки. Одной из сенсаций, сделанной археологами при раскопках, стала находка строений, которые были идентифицированы как городские общественные туалеты. Причем с помещениями для индивидуальной гигиены. Только высоко развитая и богатая цивилизация могла создавать подобные элементы инфраструктуры. Наверняка эта цивилизация обладала высочайшими знаниями, потому что даже такие мелочи, как, например, канализация, которая там была проведена, и общественные туалеты, это как бы косвенно, но свидетельствует о том, что уровень цивилизации был очень высок. Что это была за цивилизация? Никто на этот вопрос не может дать четкого ответа. Согласно различным тайным источникам, первая цивилизация на Земле возникла 78 тысяч лет назад на гигантском континенте Лемурия. Спустя 50 тысяч лет она была разрушена землетрясениями, вызванными смещением земного полюса. Кроме того, есть миф об Атлантиде, которая погибла 12 тысяч лет назад. Есть еще одна загадочная цивилизация. Она, по предположениям некоторых исследователей, существовала в Индокитае и именовалась империей Рамы. На ней ее останки поглощены непролазными джунглями или покоятся на дне океана. Но в этой империи не числился таинственный город, останки которого обнаружили индийские археологи в 1922 году. Наше представление о цивилизациях прошлого даже не, как бы, так сказать, детский сад, а практически ничего. Мы даже в отдаленности не можем себе представить, какие цивилизации, с какими возможностями, на каких принципах существовали тогда на планете, когда они существовали, когда они ушли, когда они погибли, когда они растворились и так далее. Махенджедар. Так нарекли таинственный город, обнаруживший его археологи в долине Индар. В переводе с древнеиндийского языка синтхи – «холм мертвых». Жуткое название. Что же здесь произошло? Махенджедара перестал существовать одномоментно. Засыпанные землей и камнями единичные групповые скелеты свидетельствовали о том, что до самого последнего мгновения люди спокойно ходили по городу, и разразившаяся катастрофа застала их врасплох. В чем-то это напоминало гибель всего населения Пампеи. Такое впечатление у археологов было, что люди, ну, внезапно шли по улице там, или кто-то сидел дома, занимался делом, и вдруг какой-то удар страшный, который мгновенно и убил этих людей. Археологам пришлось отбрасывать одну за другой версии гибели таинственной цивилизации. Одна из таких версий – город был внезапно захвачен врагом и сожжен. Но во время раскопок не нашли ни оружия, ни следов сражения. Скелетов оказалось довольно много. Однако все эти люди погибли не в результате борьбы. Что же их тогда погубило? Причем в один момент. Чуть позже намек на причину трагедии был обнаружен в древнеиндийском эпосе Махабхарата. Там говорится о том, что была некая цивилизация в долине реки Инд, и вдруг произошел мощный взрыв, последовавший за ослепительным небесным сиянием и огнем без дыма. От высокой температуры окрестные воды вскипели, а рыбы выглядели, как обгоревшие. Ведь, собственно, что удивительно, посреди города есть буквально выжженная, оплавленная некая территория с радиусом около 200 метров. То есть никакой природный механизм, будь там метеорит, иначе бы осталась воронка, будь там какая-то молния, линейная, шаровая, таких размеров просто в природе, пока мы не завистировали, природу такого взрыва не объясняют. То есть взрыв наверняка был. Все последующие попытки разгадать тайну гибели Махенджа Дара приносили все больше неожиданных открытий. Анализ найденных археологами скелетов показал удивительную вещь. Смерть тысяч жителей наступила от резкого повышения уровня радиации. Стены домов были оплавлены. И среди обломков исследователи обнаружили пласты зеленого стекла. Именно такое стекло видели после ядерных испытаний на полигоне в пустыне Невада, когда плавился песок. И расположение жертв катастрофы, и характер разрушений в Махенджа Дара напоминали события августа 1945 года в Хиросиме и Нагасаке. Когда приехали специалисты, это уже в 50-е годы, из Японии, они осматривали эти дома и говорят, ой, как это все похоже на Хиросиму и Нагасаке. То есть взрыв сброшена, атомная бомба. И тогда члены археологической экспедиции сделали сенсационный вывод. Существует вероятность, что Махенджа Дара стал первым городом в истории Земли, подвергшимся ядерной бомбардировке. Следовательно, что мы здесь имеем в целом? Произошел некий взрыв, скорее всего, надземный, мощностью сравнимый где-то около 5 килотонн, в результате чего люди, находящиеся поблизости, вернее, остатки их скелета, лежали в очень странных позах, с высоко поднятыми руками. Такое впечатление, что они могли закрываться от некой вспышки. Значит, это был ядерный взрыв? Но возможно ли такое 4 тысячи лет назад? Если внимательно читать древнеиндийский эпос Махабхарата, то там можно обнаружить описание некоего загадочного оружия, которое применяли персонажи произведения в битве цивилизаций. Вот что происходит при применении этого оружия. Вздрогнула земля под ногами, вместе с деревьями зашаталась, всколыхнулась река, даже большие моря волновались, растрескались горы, поднялись ветры, померк огонь, затмилось лучезарное солнце. Белый горячий дым, который был в тысячу раз более ярким, чем солнце, поднялся в бесконечном блеске и сжег город дотла. Вода кипела, лошади и военные колесницы были сожжены тысячами. Трупы упавших были искалечены ужасной жарой так, что они больше не напоминали людей. Солнце, казалось, дрогнуло на небесах. Земля дрожала, опаляемая ужасной жарой этого оружия. Слоны вспыхивали пламенем и в безумие бежали в разные стороны. Пали все животные, придавленные к земле. И со всех сторон языки пламени лились дождем непрерывно и беспощадно. Интересно, что большую часть таких текстов переводчики и историки конца 19-го, начала 20-го века считали просто жуткой сказкой. Ведь до ракет с ядерными боеголовками было еще далеко. При этом некоторые современные исследователи считают, что одна из древних цивилизаций, о которой нам почти ничего не известно, вполне могла владеть технологиями расщепления атомного ядра, обогащения урана и производства ядерного оружия. Если мы примем на веру то, что в то время существовала высокоразвитая цивилизация, которая циклично ли или как-то по-другому существовала, исчезала, возникала вновь через каждые 100 тысяч лет, то можно говорить о том, что в тот период, 3,5-4 тысячи лет до нашей эры, древние, на той стадии цивилизации, владели какими-то средствами, которые не дошли до нас, к которым мы пришли уже в нашем 21-м или в 20-м веках, которые были распространены в то время, не побоюсь этого слова. Интересен еще один факт. Исследователи утверждают, что некоторые другие древние города, раскопанные археологами в Северной Индии, также имеют признаки следов, которые остаются от взрывов большой мощности. Один такой город, найденный между Гангом и горами Радж-Махал, как оказалось, погиб от запредельно высоких температур наподобие Махенджи-Дару. Огромные стены домов были сдавлены и сплавлены вместе, то есть буквально превращены в стекло. Сильная жара, способная расплавить камень, может быть объяснена только ядерным взрывом. Город был стерт с лица земли полностью. И здесь опять приходят на ум страшные сюжеты битвы богов и запаса Махабхарата, где неведомым оружием уничтожаются города и государства. И оружие это, судя по характеру разрушений, ядерное. Я считаю, что Махабхарата, хотя описывает, на мой взгляд, индийские события, но, мне кажется, толковать Махабхарату можно и в планетарном значении. То есть локальных ядерных войн не бывает. Она может начаться локальной, но охватить потом значительную территорию и перерасти в глобальную. Некоторым косвенным подтверждением версии глобальной ядерной войны в глубокой древности могут служить странные находки, сделанные археологами в последнее время. Ученые раскопали города, в которых каменные постройки были буквально превращены в стекло. Эти сенсационные находки были сделаны в Ирландии, Шотландии, Франции, Турции и других местах. Нет никакого логического объяснения так называемой витрификации, то есть перехода в стеклообразное состояние твердой каменной породы, кроме как от применения ядерного оружия. Мы можем предполагать, что шли боевые действия, но кто с кем воевал, мы об этом понятия не видим. Мое ощущение, что все-таки воевали не космические пришельцы, а земляне с землянами. Есть еще один любопытный момент. Руководитель исследовательских работ легендарного Манхэттенского проекта доктор Роберт Оппенгеймер, как известно, был знаком с древней санскритской литературой. На брифинге для журналистов, состоявшемся после того, как была испытана первая атомная бомба в Неваде, Оппенгеймер процитировал священное описание древней индийской цивилизации Бхагават-Гиту. Теперь я стал смертью, разрушителем миров. А позже, когда его спросили во время лекции в Рочестерском университете, было ли это первой атомной бомбой, взорванной на Земле, он ответил, ну, в современной истории, да. То есть создатель бомбы намекнул на то, что ядерным оружием вполне могли обладать загадочные древние цивилизации нашей планеты. Однако у версии ядерного взрыва в одночасье погубившего Махенджа-Дара немало скептиков. Не все так гладко складывается с рядом деталей. Например, относительно небольшой характер разрушений в самом эпицентре. Так, во всяком случае, утверждает специалист по аномальным явлениям Александр Семенов. При мощности заряда 5 килотонн должно было снести весь город до основания. А он остался. Значит, причиной катастрофы было что-то другое. Это совсем не очевидно, что это был ядерный взрыв. Я не зря сказал о маленьком эпицентре, потому что это мог быть так называемый электрический взрыв. Ныне покойный академик Академии естественных наук Ремель Федорович Авраменко, коньком его, так сказать, научной деятельности была квантово-механическая энергия. И он однозначно определил, что вот то, что мы, грубо говоря, называем шаровой молнией, может давать эффект электрического взрыва, который в тысячу примерно раз мощнее любого химического взрыва, но в тысячу раз слабее ядерного. Сразу возникает вопрос. Если у катастрофы в Махенджадаре происхождение электрическое, то кто ее спровоцировал? Природа или человек? Допустим, это был природный катаклизм. Известно, что древние греки и римляне неоднократно описывали пылающие колесницы, появляющиеся в ночном небе. Американские индейцы круглые корзины над горизонтом. Японцы – корабли-призраки со светящимися огнями. По свидетельству жреца из Акииля, в Палестину около 592 года до нашей эры пришел ветер сильный с севера, и возникло облако великое, и огонь был из него пылающий, и блеск был невыносимый, а из середины облака выходило яркое сияние. И Махабхарата свидетельствует. Во время гибели Махенджадара воздух словно пылал. Это было отмечено даже в солнечный день на фоне яркого южного неба. И кругом сверкали молнии. Но при этом отмечалось, что молнии были черными. Точно такие черные молнии сверкали еще над одним древним городом, названным археологами Хараппа, и обнаруженным в пакистанском округе Сахивал. Махенджадара и Хараппа находятся на стыке нескольких огромных геологических пластов, нескольких плит, состоящих в основном из кварцитов, то есть очень специфического такого камня, который при взаимодействии друг с другом вызывает эффект так называемой пьезоэлектрической зажигалки. Такой же эффект. И возникают молнии странного очень вида в ионосфере, которые тогда уже, видимо, люди назвали черными молниями. Еще одна гипотеза возникновения черных молний в момент гибели Махенджадара чисто атмосферная. В воздухе под воздействием космических лучей и электрических полей образуются химически активные частицы, способные порождать аэрозольные скопления. Двигаясь в атмосфере, частицы под воздействием электромагнитных полей конденсируются, слепаются, подобно снежному кому, и образуют шары различного диаметра. Есть гипотеза о том, что это не что иное, как еще не разгоревшиеся шаровые молнии. Они могут свободно плавать в воздухе, долго оставаться на поверхности Земли, быстро перемещаться по причудливым траекториям, темнеть и разгораться снова. Ученые установили, что атмосферные условия, при которых образуются подобные явления, активизируют появление токсичных веществ, отравляющих воздух. И, видимо, в Махенджадара жители моментально погибли от ядовитых газов, а потом над городом произошел мощный взрыв. Ну, что интересно, что в летописях разных стран и в Африке мы встречаем, и в Южной и Северной Америке подобные случаи тоже описаны. Но в легендах, что вот тоже вдруг зажегся огонь в небе, и внезапный удар, внезапный, значит, раскат грома, нет дыма, но вот страшные, так сказать, лучи света, которые сжигали все на Земле. Вот сходство этих легенд, ну, как бы, похоже, то же самое, как и в Индии случилось. Такие случаи зафиксированы. Известно, что подобный сценарий апокалипсиса возможен только при одновременном присутствии в атмосфере большого количества черных молнии. И если взрывается одна, то за ней взрываются другие, подобно цепной реакции. Когда взрывная волна достигает поверхности Земли, она сокрушает все на своем пути. Температура в момент взрыва черной молнии достигает 15 тысяч градусов, что вполне согласуется с найденными в зоне катастрофы оплавленными камнями. И в конечном результате расчеты ученых показали, что во время катастрофы в Махенджадара в атмосфере возникло около трех тысяч черных молний диаметром до 30 сантиметров. При этом ряд исследователей сомневаются, что черные молнии, ядовитый газ и последующий за всем этим взрыв мог стать последствием природного катаклизма. На самом деле электрический взрыв относился к одному из видов оружия, которым владели тогдашние цивилизации легко наряду с такими видами, как, например, сушка, способ, при котором из человека и из окружающего пространства мгновенно испарялась вся вода. Но что тогда это могло быть за фантастическое оружие? Аналогов ему нет в арсеналах современных армий. Некоторые опыты по укрощению молний и использованию их в военных целях предпринимал в начале 20 века выдающийся ученый и изобретатель Никола Тесла. Но после его смерти никаких документальных свидетельств существования подобного оружия в виде описаний или чертежей, не говоря уже о реальных образцах, не сохранилось. Но мыслимо ли было обладать человеку такими сверхъестественными технологиями в доисторическую эпоху. Безусловно, но только это были технологии, опять лишь, маготехнологии. Другой способ взаимодействия с окружающими там веществом, там, силами природы, принципиально другая. Боги это, пришельцы это сделали, жрецы там, древних цивилизаций каких-то и так далее. Это не столь важно. Нельзя исключить того, что в древности могли существовать цивилизации, превосходившие в своем развитии нашу. Цивилизации, канувшие в лету в пожаре ядерной войны или в результате воздействия другого страшного оружия, технологии которого нам неведомы. Пока же ни одна из гипотез гибели Махенджа Дара не подкреплена достаточно вескими доказательствами. Поэтому трагическая судьба таинственного города в долине реки Инд так и остается для нас неразгаданной загадкой. Субтитры создавал DimaTorzok